Мы в коттеджном поселке Синергия и показываем сегодня вам современный дом. Он еще немного не закончен, мы покажем его закончен через несколько недель, но пока расскажем про интересные моменты. 170 квадратных метров, два этажа, участок 5,4 сотки и грамотно посажен дом спереди 7,30, справа 12,5, слева 6 лишних метров, можно и террасу, и зимний сад, и баню поставить, а вот здесь место под парковку как раз на две машины и сбоку предусмотрен провод для зарядки электромобилей. Внутри дома расскажу вам про технологию, она очень интересна. Дом построен из CLT панелей, может быть одна из самых продвинутых современных технологий строительства. Вот CLT стена, это три слоя дерева cross laminated timber расшифровывается. Два слоя внешние, они направлены доски вертикально, а этот слой перпендикулярно по 90 градусов. В результате жесткая конструкция, которая не дает усадку, не коробится никак, потому что вертикальные попытки дерева продольно исказиться, измениться, препятствуются средним слоем, который направлен в другом направлении. Эта стена межкомнатная 10 сантиметров, а наружные стены сделаны 12 сантиметров. Вот так они сделаны, видите, использованы под ступеньки, потом они будут отделаны еще. Вот такая стена и снаружи 15 сантиметров утеплителя каменной ваты, единым слоем и сверху штукатурка. Дом сумасшедший теплый и эта стена обеспечивает максимальную звукоизоляцию, ничего не слышно снаружи. Дерево плюс еще чуть больше слой утеплителя, именно это и обеспечивает. Внутри тоже хорошая звукоизоляция, потому что звук входит, а дальше по слоям уходит вверх-вниз и теряется. В доме большая прихожая, гостевой санузел на первом этаже и большая зона кухня-столовая гостиная, больше 50 квадратных метров. Посмотрите, сколько здесь окон и какой они площади. 2,50 высотой, больше двух метров шириной и другие тоже большие окна, потолки здесь примерно 2,90. Вот эта отделка этими CLT панелями может являться и финишной отделкой. Окна компания Века, красивый графитовый цвет ламинации с обеих сторон, от пола вот здесь есть конвекторы внутрипольные, если однокамерные, а другие окна двухкамерные, энергоэффективные. Дом будет продаваться, еще раз скажу, под ключ, через несколько недель вы это увидите, будет плитка на полу, будет кухня стоять и также здесь будет паркетная доска. Перекрытие дома из CLT панелей также состоит из CLT панелей. Вот такая 22 сантиметра толстенная мощная доска, ну не доска, а панель, дальше идет 10 сантиметров керамзита, и дальше специальный мощный лист науф, на который уже будет положена паркетная доска. Полная звукоизоляция и надежная конструкция. На втором этаже три спальни, мы в одной из них. Здесь 21,3 метра, почти 7 метров на 3,05. Это одна из спален. Посмотрите, сколько здесь окон и потолки здесь достигают 4 метров. Такая же спальня в противоположном конце дома, точно такая же. И еще есть главная спальня 18,5 метров с собственным большим санузлом и собственной гардеробной. А еще на этом уже есть общий санузел и постирочная. Несколько слов еще про технологию. Вот у меня 20 пунктов достойности технологии. Мы еще отдельно про это расскажем вам, но я коротко скажу. Мощная монолитная плита. Ну, можно снять ее из бетона, но только в 4 раза дешевле. Позволяет делать легче фундамент, позволяет достраивать этажи и много чего. Легко делать, оно очень технологично, делаются отверстия. Вся электрика установлена внутри этих панелей, проложены провода, не горит, не дает усадки. Позволяет делать любую отделку, как снаружи, так и внутри. Можно сделать так, что никто и не поймет, из чего построен дом. Вы можете здесь отделать любым материалом и снаружи тоже можно делать любым материалом. А еще интересная деталь, что эту панель не могут разгрызть грызуны. Они даже если разгрызут первую доску, потом не упирается и у крысы не хватает мозгов, что надо повернуться на 90 градусов в свою морду. И поэтому этот дом не боится совершенно грызунов. Эта технология похожа на технологию клееного бруса, всем известную в России. Но только клееный брус никто не утепляет и утепить его нельзя. И он не соответствует по своим теплоотберегающим качествам нормативам московских. Вот Сочи соответствует, а Москве нет. А эта технология позволяет утеплять ее. И мы получаем деревянный дом, но за счет еще слоя утеплителя, причем дерево может потоньше, чем в клееном брусе, а за счет утеплителя обеспечиваются необходимые нормы по теплоотбережению.